Ребята, 10 тысяч лайков. Порадуйте старика, пожалуйста. Ну что, друзья, настал тот самый момент затестить моего самого любимого футболиста в реалайфе FIFA. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, о ком я говорю. Это Стивен Джерард, Prime версия. 92 рейтинг. Все никак руки не доходили затестить эту карту. И вот все-таки я до нее добрался. По статам, вы сами видите, все выглядит максимально круто. Я честно не понимаю, почему он стоит так дешево. Всего лишь лям 200. Вот такие вот параметры. Все зеленое. Да, возможно, из-за ловкости и баланса они у него немного похрамывают. Но так или иначе, завершение 91. Сила удара 99. Дальние удары 99. То есть, по идее, каждый его, я не знаю, там первый, второй лонгшот прям идеально должен лететь. Также под этот выпуск я решил собрать такой интересный тематический составчик. В общем-то, на воротах будет стоять Петер Чех. Я его ни разу не тестировал в этой части FIFA. Будет интересно посмотреть, на что он способен хотеть тестировать голкиперов. Голкиперов. Хотя, блядь, тестировать голкиперов. Оставим это дело, короче, Генчику Миллеру. Справа у нас стоит Сержиньо Дест, который выпал мне в каком-то там подарочном паке и толком у меня не играл. Пара центральных защитников. Лонг и Апара. Слева стоит новая карточка Анри. Также тут у нас будет бегать Маккини за тысячу монет. Я думаю, под кого, Линк, вы и так сами понимаете. Уэйн Руни, Криштиану Роналдо, Стерлинг и, собственно, Армстронг. Я очень надеюсь, что этот клуб Блэкберн еще один гол забьет. Я слежу за его продвижением, поэтому буду топить за него. Джерарда хочется тестировать больше к атаке, поэтому я буду играть по схеме 4-3-3. Скамеечка запасных выглядит у меня вот таким вот образом. Ну и, в общем-то, осталось всего-то на все. Поставьте лайк под этим видосом, оставьте классный комментарий и я готов стартовать тестировать Сина Джерарда. Это, опять же, один из тех редких случаев, когда мне действительно интересно будет затестить карточку и посмотреть, на что она способна. А сегодня, ребята, сборная Словакии будет играть против сборной России. И мои постоянные спонсоры из компании OneX готовы предоставить вам высочайшие коэффициенты. Пополнение без комиссии, регистрация в один клик, ссылочка где? Конечно же, в закрепленном комментарии или же можете просто перейти по моему классному QR-коду. А если вам нужны монетки, ребята, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Естественно, Стивен Джерард будет в форме Ливерпуля. Так, у него тоже есть Уэйн Руни, есть Армстронг. Поймал себя на мысли, что я не тестил ни одну карточку Стивена Джерарда в этой части FIFA. Как-то они мимо меня все проходили. Но чем больше играешь в FIFA, тем больше ты ловишь себя на мысли, что хочется играть какими-то интересными карточками или там любимыми футболистами, которые нравятся тебе в реальной жизни. Так, Стивена Джерарда повалили. Вставай, Стиви. Мне похуй, я прямо отсюда ударю. Мне вообще поебать. На, вынимай. Э, там штрафной. Ебать, это что за пас такой интересный? Блядь, пожалуйста. Игра, ну пожалуйста. Ну блядь, иди нахуй, игра, пожалуйста. Ну как ухуйню? Я только что пропустил. Ой, блядь. Ааа, Петер Чех. Добрый вечер. Охуеть, чуть не залетело. Чуть не залетело, ребята. Так, Стиви Джерд. Выходит 1 на 1. Боже мой, какой плохой удар. Ну, Уэйн Руни. А вот отсюда можно уебать. Магнан, блядь, ебучий, туда-сюда прыгает. Очередной соперник, который всю эту хуйню смотрит. И так эта игра ебучая бесит. А этот уебок еще все смотрит, блядь. Как вы заебали все смотреть, блядь. Ну что здесь интересного, блядь? Каждый, сука, соперник эту ебучую паузу, блядь, держит. Так, Стиви Джерд. Ну-ка, подкрутку свою покажешь. Блядь, это что за хуйня? У него на воротах, блядь. Летает, блядь, по всем ебучим углам. Какая пизда, блядь. Этот Магнан все равно тащит и здесь. Я не понимаю. Это что, блядь? Лучший голкипер FIFA, нахуй? Да, блядь, ты пустые ворота! Охуеть, блядь. Че он меня забивает, блядь, че после этого, блядь. Вот че он, что-то нужно было тестить. Барнеса, блядь. Он сам в ахуе от того, что он сделал. Чувак 2-0 выигрывает. И тянет время, блядь. Ай, блядь, спокойно, спокойно, блядь, спокойно. Короче, нужно себе какую-то грушу приобрести. Я поймал тебя на этой мысли, блядь. Когда я буду злиться, просто буду, блядь, охуярить ее. У меня уже руки болят, охуярит мой стул. Ну, коротко о галкиперах. Чех 7,5. Маньян 8,4. На самом деле, я знаю, почему так все плохо было. Потому что восьмерки не было у Джерарда. Все, теперь все на своих местах. В следующий матч мы обязательно выиграем. Ну и переходя к нашим корешам из зоны X. Ребята, не забывайте про мой промокод. Так, Бапе на атаке. Демария справа. Так, я сейчас очень злой чувак. Поэтому, блядь, лучше меня не зли. Вот так вот, да, да. По штангам побей. Можно лонгшотик. А, нет, там автоблоки. Сори. Это вам не пятнадцатая FIFA, где ты мог хуернуть вообще с любой позиции. Удар получился бы супер опасный. Бля, ну реально, такое фановое, блядь, время было. Ну вспомните. Что не удар, то, блядь, потенциально опасный момент. Сейчас, блядь, что не удар, потенциально, блядь, какой-то невероятный автоблок, блядь. С нереальной какой-то позицией. Пиздец, блядь. Я не знаю. Что мне делать? Какая-то катастрофа, ребята, серьезно. Я, блядь, не знаю. 2-0. Ладно, может, пасы его хотя бы потестим. Хорошо, отличный пас. Здесь вот так вот. Хорошо, Армстронг. Фух, немного расслабился. Надо немного успокоиться. Блядь, это какой хуй, блядь. Блядь, это какой хуй. Чувствую, у меня будут скоро нервные срывы, как у Генки Бинлера. Блядь, его голкипер выбегает и отбирает у меня мяч. Я в ахуй, просто. Перекинь, перекинь, пожалуйста. Спасибо, блядь. Я в ахуй, что за матчи, блядь. Дайте намек на лонгшот, ну. Спасибо, блядь. Спасибо, блядь. Первый около лонгшот. Хотя лонгшотами я с инху это не назвать. Блядь, ебаный Мбабе. Как тебя нахуй оттолкнуть? А я хуй его знаю. Спасибо, что не забил. Простите, ребята, пожалуйста, что я много агрюсь. Просто, блядь. Ну, просто, блядь. Ну, сами понимаете, блядь. Че я объясняю, блядь? Я играю в фифу, блядь. Хуль доебались. На нахуй. Ну вот, хорошая позиция была сейчас. Ну, типа, открытое пространство. Мог быть чуть получше, конечно, ударить. Стивен Джо. Лонгшоты-то все-таки 99, блядь. У меня просто нет комментариев. Я, блядь, такую хуйню пропускаю в этом. Вот что он сейчас... Я даже не успел за анимацией этой проследить. Типа, он так возил этот мяч. Чех просто стоит, как стоит. Естественно, как вкопанный. Посмотрите. Просто Чеху похуй. Он даже не шевельнулся. Это с какой, блядь, силой он только что уебал поворотом, блядь. На нахуй, вынимай, блядь. Ёбаный гений Армстронг, блядь. Так, Стерлинг против Рома Гноли. Ну, этого ты ебаклака, ты обгонишь? Я надеюсь, блядь. Я надеюсь, блядь. Стивен Джерард, спасибо, блядь. Что хотя бы, блядь, в зоне штрафной ты можешь забить. Я уже смирился, что твои лонгшоты 99 я сегодня не увижу, блядь. Давай, беги, блядь, Армстронг. Ты, блядь, единственный человек, который будет играть в эту игру. Я уже смирился с этим, блядь. Я уже смирился с этим, блядь. Хотя, подождите, сейчас он, блядь, еще пробежит. Блядь, да как он это делает? Ну, как он это делает? Он просто бежит, блядь. А Q0 просто. Берет игрока, бежит. И один хуй мяч к нему отскакивает. Ну, что это за ебаный гений? На нахуй, блядь. Получай арабоны, блядь. Стерлинг. Блядь, вот это я перенервничал. Я пиздец. Я не знаю, что со мной не так. Видимо, я все слишком близко к сердцу воспринимаю в этой ебаной помойной игре, блядь. Сейнджера. Три голешника. Точнее, три асиста, два гола. Армстронг. Тоже три гола, два асиста. Короче, линия атаки у меня очень круто сыграла. Третий соперник. Ливерпуль FC. Джонс этот, которого я ненавижу. Моне, Неймара, Иусебио. Опа, Армстронг. Отлично. Изи файнас такой нужен. Бля, Армстронг просто лютый тип. Я вам базарю. Так, еще один человек с IQ, блядь, миллион. Просто с центра поля решил пройти, блядь. Я в ахуе просто. Это какая-то новая мета? Я о чем-то не знаю? Нихуя ты меня снес, блядь. Так, ну, Сейнджер, по идее, у тебя должны прям идеальные пенки быть. Собственно, давайте затестим вот так вот в девятку. Ебать, это что, блядь, алло? Ой-ой-ой. Да, блядь, ты отберите это. Блядь, вот стоит ли что-то вообще говорить, ребята? Ну, вот скажите, что я сумасшедший, и, типа, вот это сейчас был 100% голевой момент, блядь. И, типа, все так и должно было быть. Просто чуть-чуть катнул, птюн, и мой долбоеб пропускать. Я никогда в жизни таких голов не пропускал. Серьезно, вот это впервые в жизни. Пиздец. Ну, тут он меня разъебал. Тут хороший гол, базару ноль, блядь. Доебаться не до чего. Только что мог делать счет 0-2. Теперь я проигрываю 1-2. Доебать, доебать. Как он это тащит? Доебать. Ну, вот смотрите, блядь, я просто с трех метров бью, блядь. Этот еблан, блядь, тащит у него. Мой долбоеб, блядь. С километра, блядь. Мяч, который еле катился. Пропускает, блядь. Ну, вот где справедливость в этой ебучей помойке, блядь. Внимая, блядь. Стерлинг хороший. Во-2. Ей, я так рад, пиздец просто. Блядь, вот каждый ебаный гол, который я пропускаю, это какой-то отдельный вид искусства. На нахуй, блядь. Вот такие вот удары я хочу почаще видеть. От тебя, Стиви Джей, блядь. Даже настроение чуть приподнялось. Отсюда. Ну, это уже, наверное, из разряда фантастики было бы. Подача на... Опару! Опару! Круж! Вот это связка из FIFA 15. Давай обнимемся, Стиви Джи. Стиви Джи и опара, блядь. Вот это прям душевная связочка сейчас подъехала. Давай, 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 давай. Перекидывай, перекидывай. Ну, все. Вот такой лонгшот. Даже вот такой лонгшот он, блядь, автоблокирует. На нахуй, блядь, вынимай, блядь. 6-3. Отлетай, блядь. Выбесил меня, урод. Ну, все, ребята, побеждаем. Стивен Джаред, лучший игрок матча. Три голевые, два голешника. Это уже традиционные цифры для его карточки. Блядь, ну вот этот гол, это просто шедевр. Смотрите, я блокирую удар. Ну, вроде заблокировал удар. Но опара дальше решает, продемонстрировал свою акробатику и летит куда-то в полете. Феликс, несмотря на ворота, просто разворачивается, хуярит. Потом опара задевает, да? Он задевает мяч. И мяч еле-еле катится. Еле-еле. Человек такой, э, не дотянулся. Но эта хуня тоже достойна отдельного внимания. Опара вроде как делает отбор. Но, блядь, что-то возится там, копошится. Эвсебио отнимает и забивает. Все, блядь. Ой-ой-ой. Ретро-форма Ливерпуля. А что это за прикол такой? Так, ну раз нам дали ретро-форму Ливерпуля, давайте в ней поиграем. Конечно, Галкипер очень забавно выглядит в этой форме. Так, Неймарчик, Маркинио, Шансуфати, Блан, Телли. Блин, такая цветная команда. Все, главное в этом матче сейчас не нервничать, не париться вообще ни о чем. Просто попытаться получить удовольствие от этой игры. Что крайне сложно, естественно, в данных реалиях. Ну, так или иначе. Ну, это дефолтный гол я пропускаю. Просто, блядь, челик пробежался, прострелил. Ебать, ну что это за удар? Ну, типа такая около лонгшотная позиция сейчас была. Ну, Армстронг, хорош. Ну, пасы Стивен Джордж раздает прям великолепно. Тут вообще не доебаться. Опять же, платить, блядь, столько денег за карту, которой ты просто хорошо пасуешься. Ну, скажем честно, такая вся идея. Ай-яй-яй, чех. Ну, это, пожалуй, самый лучший сейф на сегодня, который я видел. Так, Стивен Джордж, ну-ка, продемонстрируй лонгшот. Блядь, ну вот сейчас-то, ну вот что вот сейчас тебе помешало? Ну, такая убойная позиция. Тебе просто нужно попасть в створ. Правая рабочая нога. Классный угол. Ну, вот что? Блядь, я не понимаю. Ясно. Я себя не пропустил на 91-й минуте, я бы удивился, конечно. Я думал, все так прекрасно у нас. Охуеть, я только что чуть не забил, блядь, Мартинес. Ебаный Мартинес, блядь. Ну, вот 90-я минута. Вот что делает опара? Почему он от него убегает? Я им не управлял. Ну, ладно, все, я не буду бомбить. Тихо, все. Вы знаете, ребята, я вот уже 2 минуты смотрю вот на эту плашку инициализации. Ну, типа вот так вот должны, наверное, игры выглядеть в 21 веке на PlayStation 5. Next соперник. Неймар Мбапе, Робен, Хлайбер, Варан, Минди. Вот все максимально шаблонно и стандартно, как это может быть. FIFA шляпа. Ну, хоть в этом ты прав, чувак. Ой-ой-ой, как же долго он этот финн делал, Стивен Джерд. Опа. Раскат. Хорош. Стивен Джерд. 1-0. Бля, какой-то нудный соперник опять достался, который, типа, вот любит туда-сюда мяч поставить. Ну, сами видите, туда-сюда, туда-сюда, ну, вот сейчас опять назад даст. Блядь, ебать ты веселый чувак. Не, ну финтится он круто базару, но тут не доебешься. Блядь, мой игрок просто застрял в Неймаре. Ну, вы это видели, блядь, ну, это просто, блядь. Ну, он просто не мог выбраться из Неймара, бедняка. Как в болоте, знаете, застрял. Я теперь понимаю эту фразу, я играл в болото, вот. На, нахуй, блядь. Ну, киковная сейчас залетит какая-нибудь, да, конечно. Блядь, я не знаю, блядь, чего нельзя отстыть, блядь. Че, стерлинг по пустыне попал, да? Или мне показалось? А, я попал? Что? Я не понял, что произошло, но это тоже киковная, ответная. Блядь, я, блядь, уже не охуевать даже от того, что происходит. Ну, типа, сами видели, я сначала вроде как охуел чуть, а потом, типа, а, ну, это шлифа, да, и все. Ну, чтобы понимали, насколько соперник любит владеть мячом. 71 на 29, я просто в ауте. Ха-ха-ха-ха. Блядь, когда-нибудь, нахуй, я забью с центра поля, я базарю. Как же соперник душит владением. Это просто пиздец. Я не говорю, что это плохо, это, в принципе, имеет место быть, но я просто не люблю таких соперников. Он просто вот, прямо вот пока стопроцентный момент не увидит, он не ударит по воротам. Ну, посмотрите, вот я одним дублем все это говорю, и вы тем временем видите, что он делает. Ну, типа, пасуется он круто. Да, владеет, пизда-то, но если это со стороны экшона смотреть, это прям пиздец уныние. Я вроде, блядь, не викинг-лигу играть. Че чувак так потеет? Просто расслабься, получи удовольствие от игры, блядь. На, нахуй. Блядь, да как ты не попадаешь? Блядь, ну я отобрал мяч. Ну почему мячик ко мне не отскакивает никогда так? Блядь, ну я отобрал мяч. Ну и после этого, ребята, у меня оборвалась запись, потому что я ебнул по столу и, собственно, случайно, видимо, задел кнопочку записи. Но благодаря кнопочке хэрплей мы можем восстановить хронологию событий и посмотреть, что же там дальше произошло у нас. Собственно, после того, как он забил мне гол, ничего особо не происходило в матче, и я проиграл. После этого матча встречается мне вот такой соперник, Агуэрена ЦП, Джонс Цапник. Чувак не поленился, Журу выбил даже. Кстати, это уже один из тех людей, кто выбивал Журу. Добрый вечер, да, именно так мы выглядим. Матч начался для меня позитивненько, вот такой вот финтан Джерарда, и левая девятка была прошита. Мощный, сильный удар, вот именно такие вот лонгшоты хочется видеть от этой карточки. Потом преимущество удвоил Армстронг с голевой передачей Джерарда, прошу заметить. Ну и к концу второго тайма, как вы можете заметить, я уже играл в ничейку с этим пацаном. Журу просто в соло меня уничтожал. Но в последнем матче мне проигрывать не хотелось, и вот такой вот сольный проход от Стерлинга заканчивается невероятной пушкой. Но опять левая девятка, снова она прошита. Но недолго я радовался, потому что тут Гуэра накрутил, не вертел, и сделал счет 3-3. Но все-таки финальное свое слово в этом матче сказал Стивен Джерд. Кто Синьон? Вот такая пушечка залетает, и, собственно, счет 4-3. Собственно, что сказать по составу? Чеха я уже продал, сами понимаете. Позиция голкипера эта та еще срань. Защита меня вообще не впечатлила. Сами видели, сколько раз там опара проебывался. Маккини, Роналду, Руни. Так, чисто на потанцовке бегали. Но дико понравился Стерлинг. Собственно, эта карточка мне и до этого нравилась. Вы помните ту самую Викенд Лигу с этой картой. Ну и Армстрэнг. Очень рассчитанно на то, что он апнется. 10 матчей, 12 голов, 10 ассистов. Ну, типа, это прям пацанская стата такая. По Джерарду даже не знаю, что сказать. Типа, касаемо его дальних ударов в текущем геймплее забить с какого-то там расстояния дальнего, ну, это практически невозможно. Да, есть тот же Роналдиньо, который у меня куча лонгшотов кладет, но при этом у него есть ловкость, баланс, финты. С помощью всего этого вы можете увернуться там, как-то повернуться, развернуться и попытаться ударить в дальний угол. Но вот в случае с Джерардом это невозможно, потому что у него ловкость 72 и баланс 71. Также добавьте сюда 3 на финтах, 3 на слабой ноге и получите, ну, очень сомнительную карточку в атаке. Да, возможно, на позиции центрального полузащитника он смотрелся бы идеально, я даже в этом уверен. Но вот на Цапнике это, конечно, такое себе. Хотя при этом за 6 матчей 7 голов, 9 ассистов. Это не такая уж и плохая стата, я хочу вам сказать, даже отличная, я бы сказал. Карточка специфичная, возможно, отчасти для души. И чуть позже, когда она подешевеет, я ее куплю. Все-таки, мне кажется, сейчас фьюдберстой будет и цены немного упадут на эти карточки. Да, для вас этот ивент уже идет, а для меня, так как сегодня 24 число, это мероприятие еще не началось. Так что такие дела. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Если понравился, поставьте лайк, оставьте классный комментарий. С вами был я, Пандосов Иксович. И всем хорошего настроения. Чао-какао.